Ладно, Дима отправила укладывать детей сегодня, опускай его очередь. Давно этого не делал. Всем привет, доброго вечера. Пришила с вами пообщаться. И как я и ожидала, будет первый вопрос, почему плакала. Думаю, что скоро узнаете. Здесь были на то причины, причины личные, но пока нет возможности сказать, потому что... Единственное, что хочется сказать, что верьте, не верьте, но я не тот человек, который будет хайпить таким образом. Это как минимум странно. Хожу ли я на коллективные медитации? Один раз с Эдгардом последний попала. В первый раз я проспала, потому что в тот день поменяли время. А так, одну делала коллективную, именно с Эдгардом вот эту последнюю. То, что там пустили, вот этот слух о том, что там могут быть подсосы и так далее. Ну, теоретически, наверное, может быть. Каждый верит, что хочет верить. Ну, как бы, и медитации тоже бывают разные. Да, я Эдгарду полностью доверяю. И его медитация мне импонирует. Да, я эфир всегда сохраняю. Напишите, как удобнее, какой формат, чтобы я вот выбирала из комментариев вопросы, просто отвечала, или чтобы вы вопросы-вопросниках задавали. Когда получится рассказать о личной жизни, я это сделаю. Пока. А есть, так как есть. Да, в Киеве и Москве одинаковое время. Сейчас оно сравнялось. С комментариев. Да, мне 24. Мне не 23, мне уже 24, и в мае будет 25. Про пожары в Чернобыле знаю. И, честно, вот всё, что сейчас с планетой происходит, наверное, должно происходить. И мы как-то упрямо, человечество движется куда-то, не знаю, не самая положительная динамика. Потому что в Киеве последние два года я никогда в жизни нигде не видела, не чувствовала, не замечала такого вообще, такого, что происходило. Потому что у нас реально, то, что я стори сегодня сняла, я, честно, я не люблю ныть. Но это даже не нытьё, это просто уже какое-то дикое возмущение и негодование, и удивление, что происходит вообще. Почему реально два года подряд уже в Киеве какой-то постоянный, постоянный, редко пропадающий смог. Дышать невозможно. Постоянный запах гари. И что происходит с экологией, мне вообще непонятно. Никто ничего, конечно, не говорит. Да, понятное дело, что кто-то где-то что-то жжёт, но какие же масштабы этого всего. В Киеву гулять невозможно сейчас на улице. Как бы и нельзя, конечно, и в том плане, что если бы хотелось, да, вот мы прошлись по улице. Друзей приехали очень сильно. Воняет гарью. И я красила волосы последний раз, мне кажется, лет 14-15. Потому что в 13 лет, когда была мода на мелирование... Так, Ляля плачет, но если что, выйдет, Дима. И я себя мелировала волосы в 13 лет. Последовала за модой. И потом поняла, что это не моя тема. И в 14 лет покрасилась в свой цвет, чтобы обратно отращивать свои волосы. Ну и, собственно, да, недавно у меня свои волосы. Всё, Лялечка плачет. Надо, наверное, бежать к Ляле. Всё, побежала. Мне её разбудили. Может быть, выйдут чуть попозже ещё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.